Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ в студии Панау Сембекова. Судно-перевод Марата Жумабекова. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коксусский сахарный завод с этого года будет перерабатывать сахарный тростник. Нововведение позволит работать предприятию круглогодично. Об этом сообщил Аким района во время ежегодного отчета перед населением. К слову, мероприятие прошло в непривычном онлайн-формате. В 2020 год, несмотря на пандемию коронавируса, для Коксусского района выдался более чем удачным. Объем промышленного производства составил 18,5 миллиардов тенге. Хорошие показатели достигнуты и в строительстве. Власти района ввели в эксплуатацию 7,5 тысяч квадратных метров жилья, что существенно больше результатов прошлого года. Благополучно год крысы завершился и в других сферах. В 2020 году мы начали строительство 60-ти квартирного дома в центре. В этом году мы сдадим его в эксплуатацию. Более 60 семей наконец-то обретут заветную крышу над головой. Готовится смета и по другим многоэтажкам. Тем самым мы постепенно решаем проблемы очередности. Товарооборот состоял 5 миллиардов тенге. На ремонт и содержание дорог выделим свыше 1 миллиарда тенге. Аграрный сектор – главная ниша Коксусского района. С помощью опытных крестьян региона прошлогодние темпы производства продукции значительно выросли и достигли почти 30 миллиардов тенге. А это уже на миллиард больше, чем годом ранее. Особый упор в районе делается на выращивание сладкого корнеплода. И в этом есть смысл. В административном центре расположен крупнейший завод по переработке сахарной свёклы. К слову, с этого года на предприятии ожидаются заметные перемены. Коксусский сахарный завод – это настоящий локомотив нашего района. Только в этом году им переработано 250 тысяч тонн сахарной свёклы. И во избежание простой работы предприятия в этом году впервые будут перерабатывать сахарный тростник. Теперь завод после сезона переработки сахарной свёклы не будет простаивать без дела. После подведения итогов Аким района в режиме онлайн приступил к сессии «Вопросы и ответы». Как выяснилось, наболевших проблем в районе предостаточно. У жительницы села имени Залихитамшибаевая ситуация не из лёгких. Её сын – инвалид с рождения. Однако по неведомым ей причинам ребёнка хотят лишить особого статуса. Райгультура Исова не раз обивала пороги госучреждений с просьбой о помощи. Однако ввоз и ныне там. Без содействия Акима района не обойтись, считает женщина. Моему сыну необходима операция на вторую почку. Мы два раза возили его на операцию в Алматы. Однако теперь у него обострилась вторая почка. Неожиданно нас лишили инвалидности. Это было серьёзным ударом для нас. Мы поговорили с Акимом, он обещал нам помочь. Сказал пойти на приём к главному врачу Бабахпи, и он поможет решить проблему. И таких, как Райгуль, немало. У каждого свои трудности, проблемы, вопросы, которые без содействия Акима никак не решить. Алмаз Адель постарался выслушать всех. Тех, кто не смог присутствовать на отчётной встрече, глава района обещал принять лично. Дамир Анитов, Габид Кавдрахман, телеканал ЖТСУ. На перепутье. Земельный спор между товариществом «Лукоил» и исполнительными органами Талгарского района рассмотрели на диалоговой площадке антикоррупционной службы Алматинской области. В анализе ситуации также принял участие заместитель Акима Алматинской области Серик Турдалиев. Известно, что ещё в 2019 году международная компания приобрела землю под Алматы, построила и ввела в эксплуатацию завод по производству смазочных материалов. Все документы оформлены в соответствии законодательства. Инвестиции в экономику Казахстана составили 200 миллионов долларов. Недоразумение возникло из-за земельного участка, на котором проложена подъездная дорога к заводу. Через год Талгарский районный земельный отдел направил в администрацию завода запрос о возврате участка подъездной дороги. Юрист «Лукоила» назвал это административным барьером. По словам сотрудников антикоррупционной службы, вопрос должен быть решен в течение недели. Напомним, в области существует проект по защите бизнеса и инвестиций. В рамках этого 55 юридических лиц из бизнес-сообщества подписали взаимные соглашения с региональной антикоррупционной службой. Цель – защитить, поддержать и проложить путь для беспрепятственного развития. Эти участки были приобретены в соответствии с законом. В сельхозпотере были возмещены компании, регистрация полностью совершена, дорога, построенная на этих участках, введена в эксплуатацию. Поэтому, в принципе, на сегодняшний день правовых оснований к тому, чтобы здесь усматривать какие-либо нарушения законности, мы не видим. Для устранения административных барьеров обратились в антикоррупционную службу, которая на сегодняшний день выступала медиатором по этому вопросу. И в рамках сегодняшней встречи мы надеемся, что вопрос разрешится положительно. Полностью обсудили. В последующем, на следующей неделе все вопросы будут на местном исполнительном органе по Толгарскому разрешены. То есть, если имеются какие-либо противозаконные деяния, все в рамках закона мы все это пересмотрим. Соответствующие бумаги в уполномоченные органы будут направлены. Сегодняшнее рассмотрение вопроса все запротокулировано. И в последующем мы всю информацию доведем до населения. Хотел бы сказать, что в последующем мы в рамках проекта Protecting Business and Investments эту работу будем продолжать. То есть, оказывать всестороннюю помощь нашему населению и инвесторам. Давайте жить дружно. Закону о медиации в этом году исполняется 10 лет. В Доме дружбы города Толгарган прошел семинар-конференция по вопросу мирного урегулирования различных вопросов. В онлайн-встрече приняли участие сотрудники КГУ Когандах Келесен и профессиональные медиаторы. Вместе они искали ответы на вопросы, каким должен быть медиатор, что он должен знать, в чем заключается его работа и когда именно она необходима. Как было отмечено в ходе конференции, медиация имеет ряд преимуществ перед судебным разбирательством. Это более краткие сроки разрешения конфликта, равноправие сторон и конфиденциальность. Сегодня при АНК в Матинской области действует 68 центров медиации. Ими постоянно ведется работа по профилактике семейных конфликтов и насилия. Президент Республики Казахстан Касмжумар Кемилович Тукаев в своем обращении в сентябре месяце тоже уделил огромное внимание институту медиации. Он также отметил, что закону о медиации 10 лет и необходимо продвигать данный институт, потому что он действительно, применение процедур медиации, это в первую очередь приводит к снижению конфликтности среди сторон и когда стороны приходят к взаимовыгодному решению, которое очень помогает в разрешении различных споров в различной сфере. Полигон раздора. Нелегальную свалку снега устроили в юго-западном жилом районе Талдкургана. Уже на протяжении трех лет она каждую зиму пополняется новыми кучами грязного снега. Будет ли закрыт стихийный полигон, разбирался наш корреспондент, побывавший на месте несанкционированной снежной свалки. Стихийная снежная свалка близ шестого микрорайона по проспекту Астана существует уже на протяжении нескольких лет. Ежедневно крузовыми машинами сюда свозится грязный, практически чёрный снег. Как известно, специфические отходы содержат в себе не только загрязняющие вещества от автотранспорта и выбросы промышленных предприятий, но и противогололёдные реагенты, которые при таянии снега попадают в почву и воду. А потому соседство со снежным полигоном для жителей микрорайона, помимо лёгочных заболеваний, чревато серьёзными последствиями. На сегодняшний день в областном центре в уборке улиц от снега задействованы три коммунальные службы. Есть и официально закреплённые места для утилизации снежных отходов. Тем не менее, водители некоторых организаций города инициировали сброс грязного груза именно на этом месте. В этом районе строится реабилитационный центр для инвалидов. Сюда смогут приезжать люди со всего Казахстана. Да и район престижный. Только вот уже несколько лет сюда свозят грязный снег. Весной он тает, и на земле остаются кучи мусора из пластиковых бутылок, бумаги, пакетов. Даже трупы собак. Это рассадник заразы. Просто возмутительно. Представьте, какой вред для здоровья. И вообще, кто разрешил водителям свозить снег именно на это место? Разве это законно? Стоит отметить, вывоз снега на нелегальную свалку чреват последствиями не только для жителей соседствующих многоэтажных домов. Административный протокол и штраф в несколько десятков месячных расчетных показателей грозит нарушителям. Сегодня на пульт канала 102 поступило сообщение, 6-й микрорайон, вывоз снега. Граждане, которые вывозили снег незаконно в неустановленном месте, был привлечен к административной ответственности по статье 505 КОАП. 30 МРП составляет 90 тысяч. Вывоз снега возле жилых массивов запрещается. Согласно приказу министра национальной экономики РК, вывоз снега с улиц и проездов осуществляется на установленные места, определенные местным исполнительным органам. Отсюда возникает закономерный вопрос, почему власти города до сих пор не приняли мер по закрытию данного полигона. Раньше вывозили снег по Жан-Сугурово, сейчас построена новая инфекционная больница, на сих пор там приостановленный снег вывозит. Сейчас у нас от Курки-Дуталдагам ввозит свой снег в 10-11 микрорайон за пределы города, остальные организмы тоже туда ввозят. Отвод времени пользования земли у нас по стране готовится, это в районе 10-11 микрорайон, дальше, и по улице Центральной возле Аптосона. Наша организация там вывозит снег, им дали надмение о очистке снега после весеннего периода. Пройти магнитно-резонансную томографию или получить необходимую консультацию узкого специалиста бесплатно стало доступным более чем для 77% шителей Алматинской области. И это число неуклонно увеличивается. Доступность высокотехнологичного медобследования стала возможной с внедрением обязательного медицинского страхования. Возросло и количество оказанных медуслуг в регионе. Каких смотрите в сюжете. С внедрением ОСМС для многих казахстанцев стали доступны дорогостоящие медицинские услуги. Повысилось их качество. На сегодняшний день в Алматинской области порядка 76 медучреждений уже заключили взаимовыгодное партнерство с фондом, в числе которых и 32 частных клиники. Однако, по мнению спикера, чтобы стать так называемым поставщиком медицинских услуг, необходимо соответствовать ряду требований. Поставщики в настоящее время заинтересованы заключить договора с фондом социально-медицинского страхования. Еще раз хочу сказать, нет уделения на государственную либо частную медицинскую организацию. Главное, есть определенные стандарты оказания медицинской помощи, наличие оборудования, кадров, помещений и так далее. И если данная медицинская организация соответствует и оказывает в полном объеме и качественную медицинскую помощь, мы допускаем и заключаем с ними договор и оплачиваем. То есть здесь срабатывает принцип «деньги идут за пациентом». Компьютерная и магнитно-резонансная томография, дорогостоящие консультативно-диагностические услуги, высокотехнологичная медицинская помощь в двух направлениях – кардиохирургическая и травматологическая. Помимо существующих, спектр предоставляемых услуг с каждым днем будет расширяться, уверяют представители фонда. Только вот в этом году в постановлении правительства была расширена перечень медицинских услуг, оказыванных в рамках пакета ОСМС. Туда входит вся плановая медицинская помощь, все плановые консультации узких специалистов, все дорогостоящие виды консультативно-диагностических услуг, включая, я ранее отметил, и операции, амбулаторное лекарственное обеспечение. Также туда входит реабилитация. В Алматинской области из двух с лишним миллионов жителей в статусе застрахованных порядка 1 миллиона 600 тысяч человек, что составляет 77,5%, в том числе и плательщики ЕСП, число которых свыше 17%. С каждым днем количество включенных в программу ОСМС растет. 1 января 2021 года рост где-то 6% есть рост по статусу застрахованности населения нашей Алматинской области. Сейчас уже население понимает, что выгодно быть застрахованным, так как пакет обязательного социально-медицинского страхования практически покрывает все медицинские услуги, плановые, дорогостоящие виды операции, услуги и так далее. По поручению главы государства Касым Жомар Татукаева в нынешнем году будет увеличено и количество услуг ЭКО. Если в 2020 году шансы испытать радость материнства и отцовства использовали чуть более тысячи семи, то в 2021 году их число вырастет до 7 тысяч. Гульмира Тимиргалиева, Жейк Курманбаев, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Лучших сельских учеников необходимо привлекать к педагогической практике, считает депутат-машилиса парламента Жолды Сулейменова. С таким предложением она обратилась к министру образования и науки РК Асхату Аймагамбетову. Идея преследует цель повышения качества образования в сельской местности. В официальном обращении также сказано о социальном неравенстве в сфере образования из-за несравнимости качества получаемых знаний в селах и в городах. Еще одно важное предложение касалось увеличения объема практических занятий. Для внедрения современных педагогических методик и практичного и эффективного обучения учеников предлагаю внедрение авторских курсов отечественных педагогов-новаторов в онлайн-формате. Отечественные фармацевты в трудном положении. Они просят отмены постановления Министерства здравоохранения о снижении цены на противовирусные препараты. Напомним указом Министерства на более чем 200 наименований лекарственных средств поставлено ограничение на повышение цены. Это сделано для того, чтобы население не испытывало финансовых трудностей при их покупке. По словам фармацевтов, снижение цены на наиболее актуальные на сегодняшний день препараты сильно сказывается на их заработке, а также может вызвать искусственный дефицит указанных в постановлении лекарственных средств. С одной стороны, есть польза для народа, но аптекари идут в убыток и могут прекратить продажу этих препаратов. Аптовая цена на отдельное лекарство – 4600 тенге. Так почему мы должны продавать его за 3641 тенге? На целую тысячу тенге я уйду в убыток, поэтому я не буду продавать это лекарство. Если все аптеки будут придерживаться аналогичной позиции, может начаться дефицит этих лекарств. Франция намерена войти в тройку мировых лидеров в области разработки квантовых компьютерных систем. Президент республики Эммануэль Макрон посетил исследовательский центр «Сокле» под Парижем, где объявил о масштабной инвестиционной программе 1,8 млрд евро за 5 лет, включая и бюджетные средства, и европейские кредиты, и частные инвестиции. Квантовые компьютеры должны работать на совершенно иных принципах, чем современные, с использованием эффектов квантовой механики. Потенциально они смогут во много раз превзойти по мощности доступные сейчас машины. Теория квантовых компьютеров появилась около 40 лет назад, но до сих пор практическая реализация ограничивалась отдельными экспериментами. Уроженка Казахстана Асель Робертс, которая занимала в Белом доме должность заместителя начальника протокола, стала исполняющей обязанности шефа протокола американского президента. На сайте правительства США опубликовано сообщение, что Асель Робертс вступила в должность исполняющей обязанности начальника протокола США 20 января этого года, в этот же день, когда присягу принял Джо Байден. Ранее стало известно, что уроженка Казахстана работает замначальника в Белом доме в Вашингтоне. Асель Туленова начала работать в Белом доме при бараке Обаме еще в 2004 году. Американский президент Джо Байден дал приказ разведывательному сообществу провести расследование кибератаки на США, предполагаемого вмешательства России в выборы 2020 года и инцидента с отравлением Навального. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США планируют сотрудничать с Москвой, но также намерены заставить Россию ответить за безрассудные и враждебные действия. Джен Псаки также заявила, что США готовы предложить России продлить договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на 5 лет. Отмечается, что соглашение двух государств о контроле над ядерными вооружениями истекает 5 февраля. Паралимпийцы Алматинской области едут покорять вершины на летнюю Олимпиаду в Токио. Об этом сообщил директор специализированной спортивной школы для инвалидов Ерлан Бактабаев на площадке ЖТСУ Медиа. Он рассказал, что спортсменам оказывается всесторонняя поддержка, а паралимпийцам школа предоставляет все условия для беспрепятственного доступа к спортивным объектам. Подготовка к крупным международным стартам ведется опытными квалифицированными тренерами. В целом в спортшколе культивируется 23 вида спорта, в каждом из них свои победители и призеры Азиады, Олимпиады и чемпионатов мира. В прошлом году паралимпийцы завоевали 26 золотых, 14 серебряных и 20 бронзовых медалей. Стоит также отметить, 90% национальной сборной состоит именно из атлетов Алматинской области. У нас есть ряд спортсменов, которые готовятся на высокие старты. Есть плановая работа для спортсменов, которая составляется сборными тренерами Казахстана, нашими личными тренерами. И эту работу ведут они совместно. В Грузии произойдет, там у нас будет и сборы, и Кубок мира. После, поочередно, после него у нас в Дубае пройдут тоже заключительные игры. Кубок мира в Дубае. Это лицензионные игры. И даст Бог, после него уже в конце августа, в начале сентября намечаются паралимпийские игры. Ну, если все будет нормально, готовлюсь к Олимпиаде. Юниоры в бой. Талдыкурганские самбисты готовятся к чемпионату Алматинской области. Мероприятие станет первым и важным соревнованием для начинающих борцов. Те, кто одержит победу, получат путевку на чемпионат Республики Казахстан. Исполнение красивых бросков, сложных приемов и демонстрация силы – все эти навыки показывает 14-летняя Галхар Канадбек. Самбо она занимается уже два года. За это время она хорошо овладела данным боевым искусством. В прошлом году из-за бушующего в стране коронавируса юниоры не смогли участвовать ни в одном соревновании. Грядущий чемпионат области для многих из них станет первым ответственным стартом и началом любительской карьеры. Все эти дети – последователи наших именитых спортсменов, чемпионов Азии и мира. В будущем этот состав будет формировать национальную сборную Казахстана. Для этого будем их усердно готовить. Уверен, что они еще не раз поднимут флаг страны на международной арене. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин